И после первого игрового дня турнира побед в своих матчах добились сборная Объединенных Арабских Эмиратов над командой «Балкан» 9-5. Словаки переиграли швейцарцев 10-4, финны были сильнее немцев 10-2. Хозяева, действующие победители турнира, обыграли команду Международной Федерации Хоккея 13-7. В составе соперников и чемпиона мира, и призеры чемпионатов мира, и олимпийских игр, поэтому и состав участников и на этот рождественский юбилейный, полу-юбилейный турнир. Он ожидался, что он будет представительным. Конечно же, этот матч был очень сложным. Сборная Беларуси играла на топ-уровне. Отлично, превосходно, просто здорово находиться здесь. Вы знаете, это, наверное, можно сопоставить с чемпионатами мира. Такая поддержка, столько болельщиков. Хет-трик в поединке на счету Данииля Корса. Александр Лукашенко отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Встреча, в которой принимает участие команда главы государства, завершилась приятным и традиционным сюрпризом. Самые удачливые болельщики смогли увезти из Чижовка-арены на память мягкую игрушку. Сегодня в борьбу вступают четыре оставшиеся команды. В утренней программе запланированы матчи Швейцария-Россия, а также Китая-НОАЭ. В вечерние сначала сразятся немцы и чехи, а в 7 вечера начнется поединок хозяев и сборной Балтии. «Беларусь-5» этот матч покажет в 22-10. Традиционно параллельно встречам рождественского турнира на льду Малой арены в Чижовке и в Дворце спорта будут сыгранные поединки финального этапа «Золотой шайбы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова